То есть первое, что надо знать, женщина должна знать, что вот это деструктивное влияние, это жесткость, это неприязнь, которую она чувствует от мужа, это не то, что ей не повезло, как бы несовместимость какая-то, это все мужики одинаковые, понимаете, от всех такое идет. И причина, почему вы это чувствуете, неправильное поведение. Надо понять, что как бы надо с мужчиной вести себя таким образом, надо всегда преодолевать этот наружный психический цилиндр мужчины. Это преодолевается с помощью мягкого, доброго, уступчивого подхода. Это, знаете, как в борьбе айкидо. Допустим, кто-то удар пытается совершить, и ты за его кулак же его и бросаешь. Ну то есть, понимаете, вот когда мужчина там, ты что сказала, надо как бы, надо сделать айкидо. Ну что это значит? Это значит, как бы, сначала согласиться всегда, сказать, да, это было неправильно сначала. То есть, если как бы вы согласились, он сразу расслабляется, думает, войны не будет. Все, ему главное, он же воюет со всеми, то есть ему важно, будет война или нет, войны не будет. Все, согласилась, все согласилась, и потом по-доброму. Мой дорогой, вот ты, конечно, правильно считаешь. Вот смотрите, взгляд какой, да, видите, какой взгляд. Ты, конечно, правильно считаешь. Но некоторые женщины имеют такое мнение, очень мягких таким голосом, желательно после еды. Когда мужчина поел, у него примерно 3-5 минут после еды, у него наружный цилиндр вообще психический не работает. Он такой расслабляется, такой, все, войны нет. Война закончилась, то есть война войной, обед по расписанию. Вот, и он как бы расслабляется, и в это время надо мягко ему продолжить тему. Ну, как бы вы уже вроде согласились, все, тема закрыта, уже все. И вы мягко, а как бы есть такие женщины, которые вот считают, что вот это так. Ну, естественно, что он как бы скажет, начнет рассуждать, объяснять, что они дуры, что это не так. На самом деле все так. Это все нормально. Женщина, процесс идет. Потому что вы думаете, что он тупой, как бы не поймет. Он все понял. Он все понял, но нужно время, понимаете, особенно когда даст по башке. Вы же предупреждали? То есть вы ему сказали, все как надо. И запомните, разница между мужской и женской природой такова, что мужчине, вот женщины, вы это признаете. Вам это трудно признать, потому что вы такие все нежные такие. Хотите, чтобы все хорошо было. Защищайте своего мужа от всех проблем. Понимаете, ему нужно по башке для того, чтобы развиваться. Это также и мальчику, ребенку нужно. Вы не сможете его защитить. Ему надо, он лезет сам, чтобы... Ну, допустим, вы, допустим, вот, ну, приведу пример. Допустим, крутится вентилятор. Вы мальчику маленькому, там, три года говорите, девочке говорите, вентилятор пальчик не суй, будет больно. Все, она запомнила, туда нельзя пальчик ссывать, будет больно. Мальчику, говорит, вентилятор, палец не суй, будет больно. Это была ошибка. Он вентилятора вообще сначала не видел в жизни. Но вы обратили внимание его на вентилятор. Это вызов, понимаете? То есть он герой, родился героем. А тут какой-то вентилятор может мне сделать больно. То есть он пойдет к вентилятору изучать, как его победить. Ну, естественно, он туда сунет палец сначала. Понимаете, да, идею? То есть мужчине нужно сражаться со всем. Он через действия познает мир. Ему нужно ошибиться, получить удар по голове. Позвольте мужчине ошибаться. Ну, бывают крайние случаи, когда ошибка может унести жизнь. Поэтому тогда надо стучаться больше, по-доброму говорить, говорить. Но самое главное, поймите такую вещь. Женщины часто думают, надо больше эмоций приложить, чтобы он понял. Нет, это неправильно. Понимаете, у мужчины надо, во-первых, очень мягко говорить, чтобы его вот эта стенка, она не сработала. То есть если женщина мягко говорит, то он понимает, что защищаться не от чего. То есть она с ним согласна, самое главное, согласна уже принципиально. И она просто выясняет детали. Ну, потому что так многие женщины считают. Ну, ты же глупый, ты умный. Объясни детали. Вот. Детали прямо противоположны тому, что он считает. И надо много-много раз ему об этом говорить, по-доброму спрашивать. Я вот такая глупая, не поняла, еще раз давай скажи мне. И потом, когда произойдет так, как она сказала, он начнет думать. Мозги включатся. И это хорошо. Вы добились своей цели. Но знаете, для того, чтобы с мужчиной добиться своей цели, нужно испытать немножко вкус поражения в том, что он обязательно должен стукнуться башкой об стену. Он не может просто так что-то принять, понимаете. Ему нужно обязательно почувствовать этот вкус поражения, и что он как бы неправ. Он должен сам это признаться себе в этом с помощью события, которые произойдут. Это важно. Но есть ключевые моменты, допустим. Если, допустим, вы видите, что мужчина начал посмотреть на других женщин, вы ему говорите, не смотри, это, в общем-то, правильно все, надо его запугивать в этом вопросе. Вот. Но знайте, что главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что у вас в доме не хватает Бога, у вас не хватает силы, которая будет удерживать мужа рядом. То есть у вас психика уже истощена, она не влияет на ситуацию, понимаете. Это женщина сохраняет семью, ее сила. То есть ваш внутренний психический цилиндр еще важно должен быть настроен так. Это мой единственный человек. Вот когда вы так на него смотрите, то он от вас в полной степени энергии любви получает. Если у вас как бы мысли, что я могла найти себе получше, то он не получает от вас ничего, хоть вы его и любите. Понимаете? Вот могла найти получше, значит найди получше. Ну, то есть так устроенным Богом. Если женщина не верна полностью, мужчина не может как бы любить. У него не включается он. Поэтому в древнем культуре было такое поверье, что надо брать женщину-девственницу, чтобы она вообще не знала ничего о других мужчинах. И тогда она будет ему верна. Как бы, ну в современной культуре это лишь такие мужские, хорошие такие добрые сны. Потому что реальность совсем другая, вот жизнь другая у людей совсем. Поэтому надо понять вот этот принцип, что женщина должна своей аскезой. Женщина всегда сравнивает одно мужчину с другим. У нее так психика устроена. Она должна своей аскезой как бы сказать себе, все, вот это мой человек, больше мне ничего не надо. И так смотреть таким взглядом на него, чтобы у него была защита от других женщин. Вот этот взгляд защищает больше всего у женщин. Это надо знать. Мы говорим о верности и сохранении семьи сегодня. Важная тема, много разводов. Также следует знать, что в отношениях всегда правда стоит ниже любви. Допустим, если вы видите, что вот коса на камень нашла, уступите. Хотя эта уступка может быть вам хуже будет жить с ней. Но зато семья сохранится. Потому что если вы не уступаете, то это раскол делает в отношении. То есть люди начинают думать, что они по-разному сотканы, по-разному устроены. Мужчины и женщины по-разному абсолютно устроены. Женщине одно надо, мужчине совсем другое. У женщины один характер, у мужчины другой. У женщины одни интересы, у мужчины другие. Нет ничего схожего. Просто есть взаимодополняющие возможности. И есть возможность сотрудничества. Потому что то, что нужно женщине, мужчина может сделать. То, что мужчине нужно, женщина может сделать. То есть взаимодополнение есть, но схожести нет. Люди думают, мы с тобой абсолютно разные. Это факт. Если хочешь одинаковую, тогда вот в Европе это сейчас уже больше достижимо. Можешь жить с одинаковой. Не одинаковым, а одинаковой. Вот. Это другая тема. Еще важно знать также, что приходит время, и естественно, на какой-то период, может быть год-два, пропадает любовь. Наступает плохой период, нет контакта, все. Ты смотришь на жену, но счастья от нее нет. Или на мужа смотрят, счастья от него нет. И люди думают, у нас несовместимость, идут к астрологу. А астролог, он как бы, знаете, как бы это, ну, это милое дело. Вот, допустим, пришли, деньги заплатили. Деньги такие заплатили, да, большие. И он говорит, у вас все хорошо. Сразу возникает вопрос, а что деньги-то платили, зачем? Обязательно надо сказать, что у вас все хорошо, но чтобы важность этого астролога была на лицо. Вот но, как бы, и это но означает, надо расходиться. Мои хорошие, будьте осторожны вот с этими астрологами. Столько я насмотрелся. Я не против астрологии, у меня жена астрологией занимается. Просто, как бы, расскажу историю. Я приехал в один западный город. И ко мне пришли муж с женой, который слушает мои лекции. Они сходили к астрологу. Этот астролог сказал им, что у них не было детей. Этот астролог сказал им, что у них, как бы, они не две половинки, они несовместимы, поэтому им надо разойтись. Они пришли ко мне с горючими слезами, то есть они сильно любят друг друга, хотят быть вместе. Они говорят, мы не хотим расходиться, но мы не две половинки. И мы решили, еще полгода хотя бы вместе поживем, потом разойдемся, все. Я говорю, а что это такое? Откуда такая мысль? Ну и как бы вот вскрылось, что вот им навязали такую идею в их сознании. Я им объяснил, что действительно препятствия в зачатии детей есть, но это препятствие преодолевается просто духовной практикой. Надо помолиться, если не поможет, значит, езжайте в святое место какое-то и там еще помолитесь. Это история длиной в пять лет. Слушайте, они поехали, сначала помолились дома. Они приняли мое понимание, что как бы это то, что им сказали, это обман. Они мне поверили. Но все равно в сердце всеми было заложено вот это опасности, страха. Может быть, Олег Геннадьевич ошибается. Понимаете? Они начали молиться, помолились. Потом поехали в святое место, помолились. И там же, прямо в святом месте, произошла беременность. Родился мальчик. Ну, пожили немножко. Еще одного ребенка захотели. Помолились. Родилась двойня. Два мальчика еще. Получилось три. Она пошла к гинекологу за советом. Та поизучала все. Говорит, у вас как бы нет такого, чтобы вы без детей должны были остаться. Все нормально. Но в следующий раз у вас опять двойня родится. И у них теперь возникла другая проблема. Они уже, когда через пять лет ко мне пришли, Олег Геннадьевич, у нас теперь другая проблема, извините, у нас трое хватает. Понимаете или нет? Представляете, чуть не разрушилась семья. Люди хорошо любили друг друга, счастливо жили. И тут как бы решили на консультацию сходить. Мои дорогие, пожалуйста, будьте осторожны. Будьте осторожны. Народ такое несет. Мама дорогая. Каждый, кому не лень, что-то придумывает. Понимаете? Только если человек видит судьбу, он может сказать правильно. Все остальные могут приблизительно сказать. Но есть люди, которые просто всегда портят жизнь, потому что они хотят напугать. Понимаете? Напугать. Неквалифицированные люди всегда пугают. Запомните, кому бы вы ни пришли, к врачу, к психологу, к астрологу, кому угодно, пусть он себя как угодно называет. Если вы от него ушли с разрушенным сердцем, с чувством страха, опасности, испуга, это значит, что вы попали в руки неквалифицированному человеку. Он вам не дал возможности преодолеть судьбу, он вам ее только испортил. Понимаете? Потому что с судьбой надо аккуратно обращаться. Нельзя вот такие вещи делать. Будьте осторожны. Я не против, если хороших много, но надо изучать людей, прежде чем доверить свою жизнь. Если вас пугать кто-то начал, вы подумайте, ну ведь есть же такие события, бывают. Я сейчас объясню. Вот смотрите, если какое-то плохое событие должно быть, астролог, психолог, духовник, правильно, он должен вам сказать, как избавиться от этого, а не угрожать опасностью этого события. Понимаете? Потому что угроза опасностью разрушает веру в свою жизнь у человека. Он теряет себя от этого. Нужно человеку, наоборот, дать возможность понять, что делать. И не говорить о сильной опасности события. И тогда человек будет с этим бороться и победит эту судьбу. Ну то есть надо его настроить на победу, а не на разрушение. В этом смысл заключается. Любых консультаций вообще. А не то, что там как бы осеннее пальто, можете не покупать. Все, идите. Замечательно. Давайте немножко разбираться, разберемся с тем, что происходит с человеком. Ну вообще начнем, допустим, со знакомства. И женщины, и мужчины должны знать, что у мужчины есть две привлекательные силы, и у женщины есть две привлекательные силы. Первая мужская привлекательная сила, которая ослепляет женщину, любую женщину, это внешний вид мужчины. А внешний вид может быть очень таким крутым, как бы таким очень самодостаточным. Ну когда крутизна у мужчины сочетается с деликатным обращением и хорошим воспитанием, то женщине это кажется просто мечта, сказка. Ну то есть он внешне очень такой, весь такой крутой. И еще и может очень аккуратно и мягко по-доброму себя вести. И женщина просто, она тает от этого, она ведь, Господи, вот она моя мечта. Это не твоя мечта, это твое проклятие. Потому что мужчина, когда так себя ведет, это всегда знает только одну, это всегда только одно, это желание секса. Больше ничего. Ему не нужна вы как женщина, не нужна никакая семья. Он просто вас обманывает, разводит как кроликов и все. И мужчина может это очень делать технично, то есть у него нет проблем, потому что так устроен мир. У каждого человека врожденная есть способность обманывать противоположный пол, играть с помощью энергии любви. Теперь у женщины есть тоже такой способ внешний. Когда женщина выглядит очень красивой внешне, такой обаятельной, привлекательной, вот, и она как бы рада своей красоте. Это всего лишь, в ней действует половая энергия. Это желание наслаждаться человеком. Ничего общего это с тем, что она даст тебе счастливую жизнь, нет. Запомните, мужчины, что в красоте женщины заложен ее эгоизм, в красоте внешней женщины не заложен ее, как мужчины думают, чистота, порядочность, доброта и так далее. Это другие вещи совершенно, они не видны внешним взглядом. Я сейчас покажу, как это можно видеть. Есть соответствующие песенки. Но внешняя красота – это всего лишь просто амбиции женщины. То есть они тоже основаны на чем-то. То есть внешняя красота женщины означает ее благочестье с прошлого, дало ей такую красоту. И часто мужчины за этой красотой бегают, не понимая, что ей не с красотой жить придется, а с человеком. Теперь есть внутренняя красота у мужчины, которая женщинам незаметна. Они ей не привлекаются. Внутренняя красота у мужчины – это его смирение, скромность, его способность побеждать себя, его ненавязчивость, его спокойный, нерешительный, ненастойчивый стиль внутренний, верность в отношениях. Внутренняя красота у мужчины означает ответственность, которая живет внутри. Он не показывает эту ответственность. Он ее как бы шоу не делает из нее. И вот эта внутренняя красота мужчины, она хоть и успокаивает женщину, ей приятно это все чувствовать, но она ее не привлекает, то есть с ума не сводит. И понимаете, запомните, когда мужчина влюбляется, внешняя красота его уже не видна. У мужчины всегда видна внешняя красота, когда в него влюбились. Он может там пальцы крутить. А когда он сам влюбился, у него вот внутренняя составляющая остается, которая как бы чувствует женщина, что ну хороший человек. Хороший, но как бы кайфа нет. Хороший, как бы дружить можно, но как-то вот с ума он меня не сводит. Голова не кружится от него. Понимаете, в этом заключается колоссальное противоречие жизни. То есть внутренняя красота женщины с ума не сводит, понимаете. Внутренняя красота женщины идет от ее сердца. У нее сердце, когда женщина должна выйти замуж, у нее сердце становится теплым и таким верным, семейным. И мужчина разумный, он чувствует вот эту силу у женщины. А такая же может стать хорошей женой. Вот это главная красота у женщины. Но всегда у женщины преобладает или внешняя красота, или внутренняя. Если внутренняя преобладает, ее очень трудно заметить. А если внешняя, она очень заметная, но замуж не может выйти, потому что потом же все скрывается. То есть она погуляла с человеком, а замуж ее не берут, потому что внутренней красоты нет или мало. Она не вкладывает в это силы. Ну то есть бывает и внутренняя, конечно, и внешняя красота, но это очень редкое сочетание. И как бы вам не достанется. Не надейтесь. Что у мужчин, что у женщин. Вот если у мужчин есть и внешняя, и внутренняя красота. Ну 10 человек на место. Ну какие гарантии, что вам достанется. Поэтому не надо никогда себе в какие-то облачные цели ставить. Понимаете, семейная жизнь предназначена для работы сердца. Бог все равно даст того, кого вам положено. Не хотите, одна останетесь. Вот и то же самое мужчин касается. Поэтому выбирайте красоту сердца, как у мужчин, так и у женщин. У женщин как это выглядит? Вот мужчина влюбился, хороший человек, привычек вредных нет. Но сильно не вызывает каких-то чувств. Выходи за него замуж. Потому что он принесет тебе счастье. Потом чувство появится, когда он придет в себя. Мужчина рядом находится долго, он как бы успокаивается, становится самодостаточным. Женщина начинает привязываться к нему. Так должна создаваться семья. Если мужчина как бы женщину влюбил в себя, не будет семьи, будет секс. Женщина влюбила в себя мужчину. Она видит, что он как бы ей уже не сильно нужен, потому что он стал не таким крутым, как она хотела. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, женщины, выбирайте не крутизну, а человека. И вам это будет не совсем так классно, потому что хочется же, чтобы это, понимаете, выбирайте или семейной жизни. Я гляжу ее вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Это внутренняя красота. Она приносит счастье. Потому что женщина, которая бросила мужа, у нее этой красоты нет. Сердце становится холодным и остается только внешняя красота. Поэтому со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Какой-то праздной суете, непостоянной ните. Потому что внутренней красоты нет. А внутреннюю женщина не может себе активизировать. Там ни помадой, ничем. То есть она от Бога зависит. Если честно себя ведет в жизни, раскаялась, прощение попросила, простила, помолилась, сердце очистилось, хорошо, готова к следующей семье, получи. Ну, как бы получи, опять же, и распишись, понимаете. То есть не то, что там как бы ангел такой, как бы ангел во плоти, но где его найти, но где его найти, понимаете, не получится. Вот. Мужичок придет. Не ангел во плоти, а как бы мужичишка привяжется к вам. Ну, простите, женщина, простите. Я понимаю. Хочется же как бы как лучше, да? Получается, как всегда. Вот такие пироги. Очень важно знать, что когда мужчина бросает жену, то в результате того, что он вырывает из ее сердца вот эту нить незримую, разрушает связь, он за это получает от Бога серьезное наказание. То есть у него в сердце появляется сильный жар или сильное желание любви. В результате долго ждать не надо. Буквально через пару месяцев он встречает свою любимую. Бросил жену, может быть и раньше, чем бросил, уже встретил. Ну, то есть у нее появляется сильная любовь. Очень сильный жар такой, жаркая любовь получается. Вот. Это значит, что он перегревает своей любовью вот эту девушку, которой он влюбился. Она одна, естественно, лучше, как бы, как это, на безрыбье и рак рыба, да? Ну, то есть она хотела, ну, как бы, ну, видит, человек хороший, он влюбился, ну, хорошо, согласилась. Ну, а сердце-то, оно не выдержит этой нагрузки, мужик хочет наслаждаться, и он и так, и так наслаждает. Все же, ну, бросил, настоящее счастье пришло, его понесло, вот, и понеслась. Любовь-морковь. Вот. Что дальше? Как выглядит любовь-морковь? Нашел свою цель, своей жизни. Вот. Ну, это только начало лета и нашей любви. Вот. Надо чуть подождать. Она его бросит точно так же, как он бросил свою жену. Вот прямо один в один покажет ему те страдания, которые он испытал. И потом будет дальше повторяться то же самое. Почему? Потому что есть только один путь создать семью. Это раскаяться в том, что ты сделал, или вернуться назад. Два варианта. Раскаяние – это значит, вернуться уже невозможно. Все там закончено. Что женщина, которая потеряла мужа? Два варианта есть. Или, как бы, о нем мечтать. Вот это любовь-вера. Можешь одна остаться на всю жизнь. То есть, он меня бросил, потому что он возвышенный, а я грешница. Вот у меня одна такая была, тоже пришла ко мне. Говорит. Я говорю, сколько одна? Уже много лет. А что? А вот у меня был возвышенный муж. Как бы. А я такая грешница рядом с ним такая. Он такой возвышенный. И он нашел себе такую же возвышенную жену, как он. У них сейчас возвышенный брак. Я говорю, знаете, возвышенные люди не бросают своих жен. Он, она, ну, смотря каких, я говорю, любых. Трезветь начала. Обожествила человека, я пытался ей объяснить. Начал рассказывать его характер. Она соглашалась, сидела. Ну, ослепла. Ослепла, останешься одна. Ну, то есть, бросили тебе больно, плохо, начинаешь думать, вспоминать, бежать. Успокаивайся, тебе нужен Бог. Перепутала одно с другим. Начни молитву. Начни свежий воздух обязательно. У меня когда был стресс, я молился много, но все равно я чувствую силы. Тает, 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 тает. И неосознанно как-то пошел, начал гулять по лесу. Знаете, так колоссально помогло. Вот в стрессе человек находится, нужна природа. Нужно гулять, бегать еще лучше по природе, понимаете. То есть наполняться энергией природы, наполняться. И тогда ты легко можешь пережить, как бы, вот эту разлуку, там, трудности какие-то. Вот, но самое главное, надо поменять веру. Надо верить не в человека, а в Бога. Один раз в год сады цветут, да? Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Ну, то есть, дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Вот, то есть поверила, значит, до свидания. Счастья уже не будет. Дурман сладкий тебя окутал. Нельзя поддаваться этому дурману. Вношение между мужчиной и женщиной эгоистическую природу имеет. Хоть там действует любовь. Потянул на себя, значит, все. Одеяло не может быть, как бы, сразу на двух человеках, понимаете. Кто-то перетягивает. Итак, нужно понять вот эту схему, а понять сложно ее. Что вот от одной женщины к другой дороге нет. Вот как люди это делают. Бросил одну, сейчас вот с другой буду жить. Дороги такой нет. Есть дорога от одной женщины в пустыню. Потому что Богу не нравится такой способ двигаться. Он держит людей вместе. Люди этого не знают. Это он держит. То он связан. И вот эта нить незримая Богом создается и держится. Он держит людей. Они пытаются разорвать. Он держит их. Раз разорвали, он думает, ну ладно, будешь наказан. А он думает, сейчас найду себе получше. Как ты найдешь? Попробуйте 5 гривен там найти на улице. Будете ходить, не найдете. А тут надо жену найти или мужа. Это же нереально. Это же не 5 гривен. Это на всю жизнь. Никто не может найти. Это Бог дает. И вы меня спрашиваете, когда я замуж выйду, Олег Геннадьевич? Один раз такой был. Неправильный вопрос просто. Я смотрю на благоприятные периоды, когда примерно это может произойти. Я говорю человеку, приехал на следующий год девушка такая, Олег Геннадьевич. Вы мне сказали, что я через год выйду замуж. Деньги заплачены, где услуги? Я говорю, ну я не об этом говорил. Я говорил, что вы как бы можете встретить человека. Это было 4 месяца назад у вас была встреча. Она такая, Олег Геннадьевич, вы на кого намекаете? На этого что ли? Я говорю, кого положено, того и намекаю. Вот тебе положено такое, вот ты его и встретила. Ой, ну я не согласна с таким жить. Ну извини, это твоя судьба. Ты что заслужил, то и получила. Я же не могу вам обещать, что вы там снюхаетесь, прямо у вас все получится. Бог дал человека, ну как бы недостойно хорошего, ну значит, жди дальше, развивайся. Но есть еще одно, понимаете. Одна женщина подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж, 8 лет одна. Я ей сказал, никогда. Она говорит, Олег Геннадьевич, вы что проклинаете? Я говорю, нет, говорю правду. Она говорит, а почему? Я говорю, подумайте сами, если каждый день в своей жизни вы насилуете другую женщину тем, что вы отнимаете у нее незаконно ее мужика в незаконных отношениях, и она от этого страдает и знает все о том, что происходит. Неужели вы думаете, что вам даст Бог мужа? Да зачем это надо? Давать такой женщине мужа. Она, Олег Геннадьевич, что же теперь делать? Я говорю, что мне вам объяснить? Объясните. Я говорю, хорошо, объясняю. Берете, пишите смс-ку. К обеду не жди, твоя курочка. Между нами все закончено. Мы жили грешной жизнью. Я виновата. Больше на этом отношении закончены. Точка. А дальше эту сим-карту выкидывайте в озеро. Чтоб не было никаких контактов. А если будет вам звонить домой, пусть открывает муж. Ну там или как, не муж, а кто-то вообще не открывает, значит. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что надо просто перетерпеть месяца 3-4, потом все будет нормально. Но если ты этого не сделаешь, то так и останешься одна, потому что Богу не нравится. Или мужчина, допустим, бросил жену, думает, что это у него ничего не получается. А что получится-то? Ну, допустим, хорошо, у нее уже другой человек, у тебя тоже другой. Что делать? Раскаиваться. Когда раскаиваешься, Бог тебе эту семью сохранит. Не то, что у тебя никогда ничего не получится. Может получиться, если ты правильным путем пойдешь. Сначала надо вернуться туда. Там все очистить. Тоже от тебя человек ушел, надо простить его, если хочешь замуж выйти, чистую светлую память оставить. Вы говорите, меня, я не могу как бы отпустить человека, так говорят, отпустить. Вы как его можете отпустить, если вы его и не притягивали? Это Бог все сделает. Вы не можете ни отпустить, ни притянуть. Это Бог все решает. Поэтому надо просто чистую, светлую. Отношения на всю жизнь остаются. Были отношения, на всю жизнь остаются. Ничего не сделайте. Надо чистую память оставить о человеке. Чистая память ревности не вызывает. Может быть другой человек рядом. Чистая память, чистое отношение очистили. Все, можно тогда дальше. Бог даст другого. Понятно, как все это работает. Годами люди очищают свою судьбу от ошибки. Поэтому после этого уже больше не хотят ошибаться. Потому что понимают сложность вопроса. Некоторые женщины говорят, что вообще на меня никто не смотрит, не могу выйти замуж. Это другая тема. Внешней красоты нет, только внутренние. В древней культуре этот вопрос решался с помощью старших или друзей. Потому что такая женщина принесет очень много счастья. Но ее никто не замечает и не видит. Поэтому ее нужно познакомить с таким же мужчиной, у которого нет вот этих вэпендосов внешних. И тоже он не может познакомиться. Такие люди потом счастливы будут друг с другом жить. И у них вообще никаких не будет проблем. Потому что их проблема просто встретится. Когда они уже встретились, дальше проблем нет. И именно должны помогать встретиться. Помогать. Люди должны это понимать. Вот не можете выйти замуж. Вы говорите, Олег Геннадьевич на меня даже не смотрит. Значит, дружите. Любите людей. Сделайте так, чтобы вас знакомили. Потому что, опять же, повторяю, женщина выйдет замуж, когда у нее будет много подружек, много социальных сил, много возможностей любить людей. Тогда замужество. Вот так все устроено. Теперь еще кое-что хочу сказать на эту тему. Если вы живете вместе с каким-то человеком, знайте, что этот брак обязательно у вас развалится, если вы не перейдете определенную черту. Эта черта означает очень сильно погрузиться в духовную жизнь в семье. Не просто там я молюсь, что он меня бросил. Не я молюсь, а надо, чтобы эта молитва очищала атмосферу. Понимаете, проблема заключается в том, что люди расходятся не потому, что они не подходят друг к другу, а от того, что постепенно год из года отношения оскверняются в результате накопления эгоизма в этих отношениях. Потому что он копится от самой любви. Люди хотят счастья друг от друга, это эгоизм. И он копится, 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 и в конце концов становится невыносимо друг с другом жить. Поэтому люди расходятся. Этот эгоизм преодолевается служением Богу, служением другим людям, служением животным, пищу раздавать и так далее. То есть надо очищать семейный эгоизм, если хотите сохранить свою семью. И как это выглядит? Дома чисто, спокойно. Вот заходите домой, вам неспокойно, тяжело, значит накопился уже. Хочется ругаться, противно дома там, тяжело, плохая атмосфера, не любите друг друга. Накопился этот эгоизм семейный. Его надо чистить постоянно. Служением друг другу, прощением, покаянием, молитвой, духовной практикой. Очищать семейный эгоизм каждый день, каждую секунду жизни. И дети тоже будут лучше развиваться. Это очень важно. Никто из психологов вам об этом не скажет. Что если у вас эгоистическая очень атмосфера, такая вражды, неприязни друг к другу. Что вы там делаете, хоть какие там делаете тренинги, способы воспитания детей. Ничего у вас не получится. Они будут отравляться этой атмосферой и будут точно так же себя вести. Понимаете, вы никому в жизни не поможете, если вы не будете этим путем идти. Очищение своей семьи от эгоизма. Потому что это желание друг от друга счастья, оно оскверняет атмосферу и приводит к тому, что тошнит уже друг от друга, тошнить начинает. Некоторые люди думают, меня тошнит от него, я с ним никогда жить не смогу. Это тоже иллюзия очередная. Вот представьте себе, допустим, человек к врачу приходит, говорит, слушай, доктор, у меня как бы нога нагноилась, мне так от нее тошнит, ты ее отрежь, пожалуйста. Я больше на нее смотреть не могу. Мне лучше какую-нибудь искусственную поставить. Такое мышление вы видели, нет? Почему? Потому что это моя нога, да? А это тоже твой мужик. Какая разница? Нагноился. В том-то и проблема, что вы не считаете его своим, в этом проблема. Думайте, еще дадут. Догонят, еще дадут. Потом еще, пока не упадешь. Продолжение следует...